Друзья, всем привет! Хочу съездить на мойку, помыть машину. Машина грязная, весь карантин стояла здесь, запылилась. Смотрите, какая пыльная. Вообще, стекло даже не видно ничего. Еще это с дерева что-то такое летит. Видите, липкое. Не знаю, как там очередь, посмотрим. Может быть, после карантина все ломанули быстро мыть машины. Поедем узнаем, вам покажу. Мойка рядышком со всем с домом, буквально ехать. Сейчас я на улицу от Ататюрка выеду и буквально там 200 метров по Ататюрке и мойке. Чекло даже не видно ничего. Кто-то добрый человек мне здесь протер ее руками, чтобы не видно было. Ну, друзья, приехал я на мойку. Машину забрали. Сказал, что в течение двух часов будет готово, через два часа вернее. Здесь они моют. Вот, хорошо моют. Видите, когда с литовскими номерами машина моется. Хорошо моют. Нашу сразу взяли в работу. Ну, а мы с вами пока пойдем прогуляемся. Пока машина моется, мы погуляем. Покажу вам, так сказать, красоты Махмудлара. Знаю, вы любите со мной гулять по Махмудлару, когда просто иду и показываю какие-то интересные места. Ну, вот, пойдемте покажу. Давайте, может, пройдем в конец Махмудлара. Давно мы там не снимали. Что-нибудь там посмотрим. Улица Татюрка, друзья, тоже такая интересная. Здесь, видите, разные мастерские, разные магазины есть. Вот, текстиль, здесь рамки, зеркала, картины. Ну, все, обувь. Она более такая попроще. С другой стороны, видите, можно кебаб взять, чай попить. Также есть лавки овощные. Овощей большой выбор. В общем-то, цены практически такие же, как и на рынке. Может, что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле. Но, в принципе, все то же самое. Булочка есть, вот, видите, всякие магазины одежды. Татюрка тоже нормальная улица, просто немножко движение такое здесь. Дорога немножко узкая. Но, я так понимаю, они сделают. Делают потихонечку все это. Так много магазинов интересных. И, кстати, мясник, который я показывал. Здесь, кстати, в этом мясном говорят по-русски. Вот этот мясник, он говорит по-русски. Очень приятный парень. Можно зайти и взять у него шашлык или любое мясо, какое вам надо. Здесь можно съесть кебаб. Видите, какой большой кебаб. Очень вкусный. Здесь вкусно готовят, вкусно делают. Рова. Мы здесь кушали. Здесь, помимо кебаба, еще можно взять разные вторые блюда. Здесь недорого и вкусно. Так вот. Ну, много местных, кстати, здесь кушают. Берут с собой. Поэтому, где местные, там всегда вкусно. Тут тоже есть обувь, одежда, хлеб, газ. То есть, все есть. По этой улице, вот там в конце видно море, а слева рынок. Суботний. Все, видите, красиво засажено цветочками. А мы с вами идем вперед по Ататюрке. Друзья, сейчас я покажу вам эту машину, которая стоит. Как раз она сейчас на солнце. Как она блестит. Я уже как-то показывал, но там маленький кусочек. Спрашивал, как хотели бы, чтобы вам так обклили вашу машину. Ну, как вам? Ну, красота ведь, правда? Как уже показывал, здесь в аренду машины можно взять, накупить. Много разных машин. Ну и, соответственно, цена разная. Где-то от 25 долларов в сутки будет. Это самая простая, самый слабый двигатель и маленькая машинка. Здесь продаются машины. Вот сатилик. Надпись, это значит продажа. Хочу дойти до конца Махмутлара, снять вам там эти новые строящие комплексы. Потому что очень много было в комментариях написано, чтобы я показал именно конец Махмутлара. Вот эти строящиеся комплексы на границе с Каргаджаком. Ну, мы сами туда редко ходим. От нас это немножко подальше. Но вот сейчас пока время есть, машина моется. Решил сходить. С другой, кстати, стороне еще один магазин. Видите, продают велосипеды. Ремонт и продажа таких бэушных велосипедов. Новые я вам показывал, где продают. А вот бэушные на Ататюрка можно найти. Здесь магазин люстр. И с другой стороны, вот магазин Гёхана, который я вам показывал. Который мы все заказывали. В общем-то, очень неплохой магазин. Друзья, дом Лумос, так называемый. Довольно неплохой здесь. Квартира я видел, но по видео, квартира довольно хорошая. Может кто-то жил или живет в этом доме. Так что вот он. Вид, конечно, с него просто очуменный. Другого слова просто не найти. В ту сторону улицы к морю и находится вот там справа Мадам Куко и ресторан Козет. И вон там видно уже море. Идем вперед. Здесь магазин Шок. Шок это такой магазин как бы у дома. Все в нем есть. И сразу мебельный, и сразу Бим магазин. Это тоже такой же продуктовый магазин у дома. Мебельный неплохой, кстати, магазин. Кому мебель нужна. Как я говорил, здесь магазин Бим. А мы идем вперед по улице Ататюрка. Друзья, кстати, мы все равно пойдем мимо. Давайте заглянем с вами на комплекс Сиренити. Посмотрим, что там готово уже и как его делают. Мы давно не заходили туда. Не проходили даже мимо. Последний раз, когда мы снимали, там еще был бассейн. Он не был сделан. Он просто был залит бетоном. Посмотрим, что сдвинулось на сегодняшний день. Сегодня 19 мая. Вот мы посмотрим на сегодняшний день, что там сделали. На него немножко еще идти, но дойдем, покажу. Это улица Ататюрка, напоминаю. Здесь суши, суши-хом. Можно заказать, можно здесь поесть, когда можно. А так можно заказать домой. И впереди, друзья, Екта, Екта Холмс. Это вот огромный трейд-центр, комплекс. Последнего нашего посещения. Посмотрите, как много вы построили. То есть все дома уже облагорожены с окнами. Тогда был один только, когда мы посещали его. Помните там видео, где мы ходили, вот в синих касках. А сейчас уже все дома застеклены. Все четыре дома. И выглядят хорошо. Здесь магазин Has Blue. Это тоже такой интересный магазин, ну как супермаркет. Здесь есть все. Такой же магазин еще в Кестеле находится. Фрукты, овощи. Все здесь есть. Целая фруктовая лавка. Здесь, друзья, рыбный ресторанчик. Вы можете все выбрать. Рыбку любую. Цены, я надеюсь, видно. Вам все приготовят. Или сырое можете забрать, почищенное домой. Или вам здесь же приготовят. И вы домой возьмете уже готовое. Очень большой, очень большой выбор рыбы. Просто шикарно. Вот эту меркан мы пробовали. Очень вкусная рыба. Ну или в рек. Сазан. Рыба здесь вкусная. Ее невероятное множество. Невероятный выбор просто рыбы. Она вся вкусная. Вся из моря. Даже если выращенная, то ее выращивают именно в море. В таких загонах. То есть не в ваннах, а именно в море. Просто сетка огорожена территорией. Мини Карфур. Хороший очень магазин. Тут выбор мяса неплохой. Вот видите, там опять 46,90. Это фарш и говядина 51,90. Такая нарезанная. Гуляш уже нарезан. А вот там, видите, уже виднеется сиренити. Пойдемте посмотрим, как он там. Друзья, кальянный магазин. Кальян, табак и все, что связано с кальяном, продают. Идем дальше. Здесь тоже рыбный ресторанчик. Наподобие того, как я вам показывал только что. И вот видите, вон оно, сиренити. Вот там вот видно. Идем. Рыбный ресторанчик. Ну, тут что-то он закрыт. Видите, рыбки нет. Так обычно здесь тоже разложена рыба. Сейчас она закрыта. Разные маленькие магазинчики, электроники. Мясник. Мясные магазины вообще меня поражают. Выбором и качеством мяса. Да, оно чуть дороже, чем в магазинах, но выбор шикарен. И плюс, вот видите, можно купить разные мангалы, керамические горшки, воги, угли, решетки. Ну, короче, все для гриля. Здесь машины в прокат. Машины, мотороллеры, большие автобусы. Это Ататюрка называется Infinity International. И рядом вот магазин, зоомагазин, который мы вам показывали, где продаются котята. На втором этаже он, попугай, уже зовет нас. Мироба. Вот мы свернули налево. К комплексу Сиренок и улицу. Там комплекс Сиренок. Есть вот Керачирай Вип. Комплекс. Чуть с вами поднимаемся в горочку. Эта Ататюрка осталась за моей спиной. Видите, свернули сюда и сразу тихо от этой большой проезжей части. И вон там уже видно Сиренити. Это Сонос Лайф дом. Ну вот, друзья, Сиренити. Мы подходим к нему ближе. Да, вот такой большой, мощный комплекс. Очень так грандиозно смотрится. Здесь тоже какие-то два новых комплекса, я так понимаю. В том живут, а этот еще даже не заселен. Тоже абсолютно новый. Я не знаю их названия. Здесь что-то тоже будет видно. Ну, а мы заходим сюда. Здесь вот будет, я так понимаю, сидеть на входе Капа Джи. Человек, охрана. Пойдемте посмотрим подъезд вот здесь. Ну, видите, работа идет полным ходом. Она не останавливается. И уже можно ходить не по пыли. И вот здесь, смотрите, будет на входе, какие делают для каких-то фонтанов. То есть вход какой будет шикарный. Видите? Да, мне нравится. О, я вижу издалека, что бассейн заложили кафелем. Ну, вот такой вход, смотрите, как здорово, флаг натянут. А мы давайте зайдем и посмотрим хотя бы на бассейн, что сделано. Да, входная группа будет просто вау. Другого слова я не нахожу. Грандиозно, мне нравится так вот. Грандиозно. После последнего нашего прихода сюда бассейн еще был вообще просто черный. Просто бетон. Никакого кафеля не было. И теперь же, смотрите, он уже, его уже заложили кафелем. Сделали здесь кафель вокруг бассейна. Даже уже это пластиковые эти решетки примеряли. Здорово. Что сказать, давайте пройдем туда немножко на ту сторону и снимем дом. Влезет он весь или нет в камеру. Здесь вот, где грибок стоит, здесь будет детский бассейн. Здесь душевые. И посмотрите, какая красота. Вот этот комплекс. Вот я так покажу, если не влезет. Бассейн. То есть у кого видят окна сюда, будет вид на бассейн и на море. Там вклад. Мостик будет такой через бассейн. И вторая половина. Симпатично. Вот видите, мрамор носит. Да, и забор будет тоже такой симпатичный. Ну что сказать, здорово. Да. Вот с этого ракурса еще вот одну половину. Здесь, наверное, более видно. И теннисный корт, я так понимаю, будет. Вот он уже подготовлен. Да, когда в бассейне кафель, совсем по-другому смотрится уже. И вот мне нравятся такие мостики. Конечно, вечером, представьте, будет кругом подсветка. В бассейне будет подсветка. Все это будет таким синим, красивым цветом гореть. То есть с окон будет вид просто очуменный. Подсветкой вообще красиво. Но они вообще умеют делать все эти подсветки. Так что я думаю, все будет, друзья. Все будет. Ну и у кого из этих окон вид на горы будет тоже хорошо. Горы мне очень нравится вид. В общем-то, ничего особо не загораживает. Так, вкратце вам пробежался. Просто показать, что все-таки делают. Все не стоит на месте, а все движется. Для тех людей, кто здесь купил квартиры, кто переживает, как и что. Я думаю, это будет очень полезно посмотреть так кратенько. Как-нибудь я потом еще зайду, когда более. Будет работа близится к завершению. Мы давайте вот такой дороге пройдем сюда. Наверное, я не буду возвращаться на улицу Ататюрка. Мы по ней ходили. А пройду вот здесь, возле Маймарина. Комплекс большой. Где балконы лодками. Видите, это вот комплекс Маймарин. Очень большой комплекс. Пройду отсюда, посмотрю от него на Сиренити. Смотрите уже, как открывается вид. Вообще, вот такие мощные комплексы. До Сиренити, а сразу вон сзади. Это большой трейд-центр объекта будет. То есть, тут такой прям центр-центр будет. Ну и вот дом, я не знаю, как он называется. Кто-то тоже спрашивал про него, но он еще не заселен. Еще тоже стройка идет, наверное. Мы идем вот по таким дорожкам. Ну, друзья, кому интересно, это Роуз Тавер. Резидентс блок А и блок Б, я так понимаю. Блок А уже, я смотрю, заселенный. Даже люди в нем живут. Машины стоят. Давайте подойдем ближе, посмотрим. А этот блок еще строится. Виды здесь, конечно, поражают. Видите, виллы я вам показывал тоже. И вот этого Роуз Тавер. Резидентс мы посмотрим на Сиренити. Давайте. Вот он такой. Много квартир еще не заселено. А этот совсем не заселено. Но он еще в плане доделок. И вот здесь открывается вид на Сиренити. А это вот территория этого Роуз комплекса Роуз Тавер. Здесь у них два бассейна, я смотрю. Да. С этого комплекса можно спуститься. И из Роуз Тавер тоже можно спуститься. И вот большая такая территория. А это, друзья, Екта. Вот раз, два, три, четыре здания. И вот это будет еще такой по кругу буквой П огромный центр. Где будут магазины, прогулочные улицы. В общем, когда это построят, будет реально грандиозно. Я думаю, что построится. Потому что такие богатые фирмы, которые, видите, не останавливаются даже в празднике, они продолжают строительство. Поэтому я думаю, что волноваться не стоит. Все построится. И вот комплекс Маймарин. Это вот раз, два здания только видно. Их там, в общем-то, много. Сейчас мы пройдем мимо него и покажу. Мы идем в конец Махмутлара. Такими вот крюками, скажем так. Ну, дойду, покажу вам в конце. Здесь немножко бананов. Кому-то принадлежит эта территория. Их выращивают. Вот они, видите, посажены заново. Молодые бананы. Виды просто шикарные. Друзья, вот мы здесь уже 7 месяцев. И не надоело. То есть не приелось. Глаз не замылился. Смотришь на эту гору и просто восторг. Просто восхищение. Да, друзья, к дальним комплексам мы с вами ходили. Есть видео на канале. Так и называется дальние комплексы. Это тоже Махмутлар. Оттуда мы пришли. И вот по этой горке вниз спустились. И вот шли сюда и пошли направо, на Ататюрка. А мы с вами пойдем прямо. Тут мы еще не ходили. Вот с двух сторон. По обе стороны это комплекс Маймарин. Большой мощный комплекс. У него много бассейнов. Много домов. Видите, здесь тихо. От дороги отошли. И здесь тишина. Вот здесь очень популярные вот такие мопеды. Мопеды, это электрические мопеды на троих человек. Видите, и люди ездят на рынок. Очень удобно. Сзади можно положить какие-то сетки с продуктами. Здесь они очень популярные. Очень их много. Они катаются везде. Я считаю, удобно. Особенно пожилым, чтобы далеко не ходить на дальние расстояния. И кто не может иметь автомобиль. Очень удобно. Вот смотрите, моя Марин, как здорово. Все ухожено. Все зеленое. И вот этот комплекс здесь вход. Вход тоже сделан в виде лодки. Крыльцо такое. В виде носа лодки. Здорово. Мне нравится такое. Ну, он, как бы сказать, не новый уже. Но ухаживать за ним хорошо. Это видно. Мы пойдем немножко вниз. Вот видите, море там появилось. Ну, вот моя Марин не так далеко от моря. В общем-то, пройти по приятной улице. Она с тротуаром. Она освещенная. Поэтому не составит труда. Еще и прикупить вот это электрическое. Я не знаю, как самокарно. Электрический такой. Бонтероллер или как-то. Вообще будет шикарно. Посмотрите, какие цветы. Это наши любимые цветы. Еще после Таиланда. Ох, когда. Еще один комплекс Маймарина. То есть еще одно здание. Тоже заход в него. Приятно. Мне нравится. Территория приятная, ухоженная. Здесь тоже улочка, видите. И все в такой тишине. То есть тихо все. Здорово. Здесь детская площадка. Качели. О, о, олеандр как цветет. Иду и с моря такой приятный. И ветерок не жарко. Приятно так с моря. Море дышит. И приятный воздух идет оттуда. Мы с вами выходим опять на улицу Татюрка. И продолжаем наше движение вперед. Здесь справа находится валет. Вот это гастромаркет. С российскими продуктами. И слева вот фитнес-зал. Но он закрыт сейчас. То есть карантин как бы большой с нас сняли. Но оставили всякие ограничения. Спортзалы закрыты. И вот на другой стороне вот это валет. Гурме, гастромаркет. То есть люди, которые не могут жить без хлеба, без копченой колбасы. Там какой-то сгущенки. Ну и российский конфет. Здесь все можно купить. Как мы с вами быстро и незаметно. Мы уже подходим к концу. Махмутлара. Вот там гора. Это уже Рогиджак. А здесь смотрите как здорово. Мне нравится. Вроде дома, дома, дома. Современные. И раз. Плантация пальм. Она ухоженная. Все здесь красиво. Пальмочки все рассажены. Смотрится колоритно. Здорово. Среди таких современных комплексов это комплекс Sonos Star. Может кто-то жил или живет здесь для вас. И магазин 4S Mavi. Он такой супермаркет. Интересно. Здесь тоже можно купить все. От мяса там и до промтоваров разных, игрушек. Здесь у нас Family Residence 2. Кто может живет или жил. По Ататюрка ходит роковой автобус. Мы свернули с Ататюрка. Вот она осталась здесь. Это практически конец Ататюрка. Свернули вот сюда вверх немножко в горочку. Мы здесь еще не были. Здесь тоже какие-то новые комплексы. Давайте посмотрим, что это за комплексы. Здесь какие-то старые дома остались. Их я так понимаю не сносят. Реставрируют. Даже еще пальмы. Новые свежие посадили банановые деревья. Но здесь как интересно. Я здесь не был. Вот это новые комплексы. Еще даже низ не заселен. И вот так давайте по кругу посмотрим. Здесь еще столбы освещения. Новые поставлены. Вот это два комплекса новых строятся. Не знаю, но не ошибусь. Я скажу, что это Альбима, по-моему, строится. Здесь мы еще не были. Вид, конечно, отсюда хороший. Подойдем к краю. Здесь, видите, как чей-то сад, наверное, остался. Не знаю, продали его. Нет. Если продали, то еще будут дома здесь. Вот в этом комплексе, видите, три квартиры сразу продаются. Вот раз, два и три. Три объявления. Можно прямо позвонить. Может быть актуально для тех, кто сам хочет поискать себе жилье. Посмотреть. То есть, вот вы приехали в Алань, вам нечего делать. Вы ходите по комплексам. Понравился комплекс. Видите, висят бумажки, написано сателик. И телефон. Позвонили по телефону. Поговорили, пришли, посмотрели. Здесь вот старый турецкий дом остался. Есть фундамент. И Гюзель Тавер. Это называется комплекс. Он действительно красивый. Соответствует своему названию. Посмотрите, вот там вперед, какие раз, два дома строят. Там вот Голд Сити подальше, на горе, куда мы ходили сами. А вот раз, два комплекса строятся, они на горке. Представляете, какой вид оттуда будет открываться. Ну и вот рядом Гюзель Тавер 2. Два комплекса Гюзеля. Два Гюзеля. Конечно, еще так пыльно, видите, дорога еще не сделана. Но сделают. Они делают постепенно, по мере того, как стройка продвигается. Они делают. Друзья, если я не ошибаюсь, то это вот дома, вот эти-то Альбиму строят. Альбиму комплексы. Если не ошибаюсь, то в этом комплексе ждет квартиру наша вот знакомая Марина. Мариночка, привет тебе. Скажу, строительство идет, полным ходом что-то делают. Народ там есть. Сейчас мы подойдем ближе. Посмотрим. И сразу мне, к сожалению, не пройти там забор. Но обойдем немножко, подойдем к этому комплексу. Надо узнать. Посмотреть и показать. Марине будет приятно. Ну и тем, кто купил в этом комплексе квартиру. Мы снова вышли на улицу Ататюрка. Здесь вот она поворачивает немножко вправо к морю и соединяется с улицей Барбаросса. Это самый конец уже практически Махмутлара. Хотел здесь погулять, показать вам комплекс. И мне самому интересно. Мы крайне редко здесь бываем. Прокат машин здесь. Такой своеобразный круг. Туда вот идет дорога к Барбаросса. А это вот мы пойдем к этим комплексам строящимся. Посмотрим. Сейчас посмотрим Альбиму. Это и не ошибайся. Смотрите, тут уже отделка пошла финальная. Очень хорошо. Да, друзья, это Альбиму Альбиму Лофт. Три здания. Марина, привет. Это твой комплекс. Он строится. Тебе будет, наверное, интересно посмотреть. Вот так он будет выглядеть. И пока он выглядит вот так. Ну, вот отсюда эти комплексы Альбиму. Три больших здания. Работа идет. Так что не волнуйтесь. Все построится. Здесь закладывают новый дом. Но будет небольшой, я так понимаю. Типа вот этого. Этот симпатичный. Видите, вот эти кованые балконы. Вот их раз, два и, наверное, третий здесь будет. Здесь, как я и говорил, продолжение этих домов будет. Кованая, это Best Life Construction. Вот видите, они такие небольшие. Очень симпатично выглядящие домики. Ху на горке. Но я думаю, вот на горке эти дома будут в более выгодном свете. И продадутся, наверное, быстрее за счет вида своего. Они все-таки на горке, и вид у них будет лучше. Ну, и Альбиму тоже, они большие. Поэтому вид будет с верхних зажей хорошим. Вот этот дом уже готов. Без платья. Смотрю, вот там занавески даже. Может быть, уже селились. Или это просто показательная квартира, шоу-рум. Не, наверное, живут. Давайте немножко вниз зайдем, посмотрим. Подъезд открыт. Зайдем, глянем. Красивые деревья стоят. Видите, как. И вот такой подъезд уаза. Все, мрамор. Да, он на стадии сдачи уже еще не живет. Но стадия сдачи такая этого дома. Приятно, да. Здесь, как помимо, будет детская комната. И выход на вот такую инфраструктуру. Но инфраструктура, конечно, здесь будет никакая. Маленькая совсем. Она такая зажатая. Ну, вот. Небольшой бассейн. И беседка посидеть, сделать грин. Друзья, я вам хочу сказать. Я не риэлтор. Я цен не знаю. Я вот просто хожу, гуляю, показываю вам эти комплексы. Показываю. Ну, не только новые комплексы, старые. То есть, как говорится, что вижу, то и показываю. Людям приятно смотреть, видеть. Но по поводу цены ко мне не надо обращаться. Я не знаю. Вы, если видите название комплекса, я показываю, вы можете найти в интернете по названию. Там 100% есть и цены, есть фирмы, которые это продают. Можно с ними связаться. А я не в курсе цен. Я не риэлтор. Я просто вам показываю красоты Махмутлара. Так сказать, нашу жизнь в Махмутларе. Выходим обратно на эту улицу. Да, вот эта тюрка. И давайте пройдем сюда немножко уже к совсем дальним комплексам. Махмутлара и впереди уже Каргаджак. Интересный дом нового один. Такая гитара прям. Здесь банановые плантации. Там горы. Это уже Каргаджак. А это конец Махмутлара и древний город Наула. Он охраняется ЮНЕСКО, друзья. Поэтому здесь строить и ломать его не будут. Вот эти развалины. Там вот флаг сверху. Здорово смотрится. Особенно у кого в этих домах квартира с видом на горы. И вот на этот древний город. Вообще, я думаю. Это комплексы Энджелс. Вот раз, два, три. Или два, три дома больших. И один вот этот пятиэтажный. Это Энджелс комплекс. С видом как раз на Анаулу. Мы сейчас подойдем к древнему городу Наула. Я вам покажу его. А там тоже, смотрите, дальние комплексы строятся. На горке. Вид будет что в одну сторону, что в другую. Не знаю. По мне, так вид на горы более привлекательный. Здесь идут старые, но ухоженные дома. Тоже с видом на Аулу. Очень здорово. Вот балкон. Востекленный балкон сверху. Я думаю, здесь хорошие квартиры. И как я вам и говорил. То есть, все зависит от управляющей компании. Вроде старые дома. Видно, что они старые. Но они очень ухоженные. Они покрашены. Нигде ничего не облупляется. Везде зелень. Все подстрижено. Алком 8. Тут и виллы. И вот такой дом многоквартирный. Посмотрите, сколько мушмулы. Вот она сейчас готова. Она оранжевого цвета. Она готова. Она такая сладкая. Потому что желтая она была кисленькая. А сейчас она сладкая. Сладко-кислая. Очень приятный вкус. Это Аулла Гурме, друзья. Зайдем. Это какой-то кафе, ресторан. С видом на древний город Аулла. Да, точно. Здесь кафе. Посмотрите, как здесь здорово посидеть. Когда можно. Ох. Можно внутри. И можно вот здесь снаружи. Очень уютно. Но, к сожалению, сейчас все закрыто. Но снять отсюда мы можем. Вот древний город. Видите, как здорово навешано все. От сглаза. И вот это Аулла Гурме. Не знал, друзья, про него. Обязательно сюда придем, посидим. Когда вот отменят. Я думаю, с июня отменят. Полностью, наверное, эти всякие санкции. И можно будет сидеть в кафе. Обязательно сюда придем. Давайте подойдем чуть поближе. к этому древнему городу. Давайте поднимемся на холм наверх. Посмотрим оттуда вид. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Обломком интересно Пойдем дальше Вот, друзья, Курт Сафир 16, евро 16 Мы здесь смотрели Прямо квартиру 1 плюс 1 здесь не понравился 2 плюс 1 хорошая, она с тремя балконами И вид на все три стороны света Не выбрали, но все-таки он находится Немножко подальше И мы так подумали все время ходить Как-то так Не Камильфо, взяли все-таки В гуще Событий Комплекс хороший, вообще Курт Сафир хороший застройщик Возле нашего дома там строится Я показывал много раз Просто здесь видите, как уйти Неизвестно как, сколько, в самый конец И ни автобуса, ничего, все пешком А комплекс, да, очень Вот у него один балкон выходил сюда Один туда То есть один на север, один на запад И на юго-запад Во плюс 1, ну, очень понравилось В этом комплексе, очень она была неплохая Квартира просто Из-за того, что далеко мы и не взяли А так вот он вход Курт Сафир евро 16 Так вот, если бы здесь купили То вот нам сколько, смотрите, ходить То есть это до Ататюрка или Барбароса Все-таки пешочком У нас самое плохое, что нас напугало Это нету тротуара Видите, я иду, но днем еще куда не шло А вечером, если вы пойдете Освещения-то нету Могут здесь и подсобрать Дорога узкая и нет тротуара Освещение какое-то есть Я смотрю, пару ламп все-таки висит И там уже, вот видите, гора Это уже Каргаджак И вот мы поворачиваем сюда И в то же время, видите, пыльные дороги Пыль, неухоженность Это, опять же, неизвестно, сколько Эта пыль будет А дом, вот он Дом сам по себе Очень-очень даже ничего Я говорю, два плюс один, да Можно было задуматься Но вот напугало нас Расстояние Вот он остался там За банановыми пальмами Плантациями Кстати, в комментариях написали Что не нужно называть Банановые деревья пальмами Ну, не знаю, как бы Я понимаю, что это не пальмы Но для меня они пальмы Вот, ну как еще назовешь Для нас, людей с севера, это пальмы Банановая пальма, скажем так Здесь, друзья, тоже комплекс Blue Tower Вот такой тоже Новый, интересный он С завершающей стадии строительства Скажу интересно Много разных новых комплексов Мы здесь давно не гуляли И так неплохо, да Вот этот комплекс все-таки нравится Этот Курт Сапир Ну, идем дальше Здесь вот тоже строится дом Не знаю, как этот комплекс называется Здесь вот новые дома Небольшие Пойти будем выходить Уже на Ататюрка Пойдем, потому что Наверное, машина наша уже помылась Прошло уже Ну, почти два часа Так что, я думаю, как раз подойдем Она будет уже готова Вот здесь, смотрите, тоже Интересные Интересные домики Мне нравится у них, что все дома Как бы разные немножко Они по цвету и по форме Маленькие, большие Вот это вот приятно А не так, что коробки все одинаковые И там вот на улу Где мы только что с вами были Вот видите, идем Вот в этом комплексе продается квартира Вот висит баннер И телефоны Это где продается Вот Gold Sun Deluxe комплекс Смотрится неплохо Вот вход в него Бассейн Ну и вот видите Прямо на воротах Продаются и телефон Можете позвонить И поговорить Вам все расскажут Там видите В конце уже дом Готовый практически здесь Зодиак Начали строительство Но что-то оно замороженное Я не вижу, чтобы строили Хотя будка стоит Открытая Может и строят И туда улица Уже Пойдемте Кататюрка И барбарос Уже видите Мойка Мойка машинная Автомобильная Здесь продаются Квартиры 2 плюс 1 3 плюс 1 4 плюс 1 В этом доме Дом Мелан Панорама Олимпус дом В этом доме мы тоже Когда в августе Смотрели квартиры Мы здесь были Неплохая была квартира Наверху Мы когда себе Искали квартиру Мы очень много Пересмотрели квартир Нас возили везде Ну очень много Я вам скажу Еще кто будет смотреть Вот ездить с риэлторами Забейте себе Так что в день 4 ну максимум 5 квартир Больше не надо Потому что Все перемешивается В голове И вы уже Ну не остановите Не видите Ничего хорошего То есть уже усталость Просто сильно Сильно И поэтому уже Как бы все Все равно Без разницы А вот 1 2, 3, 4 квартиры Еще как бы идет в кайф И все видите Все запоминаете Мы так выбирали Может все так Не знаю Мы объехали Разные районы Посмотрели Много разных квартир На свой бюджет И выбрали И не жалеем Здесь посмотрите Тоже какие интересные дома Расцветки Такое Видите Все дома у них разные Здесь вот небольшие А здесь Высокие Интересно Мы идем На улицу Ататюрка И пойдем за машиной Олимпия Олимпия Гарден Комплекс называется Смотрите Как здорово Внизу Бассейн Кстати на Олимпии И такие вот Лежаки Интересные Столы Там вот видите Здесь у них мангал И бассейн Интересный Здорово Что два разных бассейна Один с горкой И один для плавания Ну друзья А мы с вами вышли На улицу Ататюрка Там где она соединяется С улицы Барбароса Вот это большое кафе Ханжи Интересный Здесь находится Памятник черепахи Честно не в курсе Почему Что обозначает Этот обелиск Черепахи Кто знает Напишите Мы говорю Здесь очень редко В конце Макмутлара Это самый конец Вот мы на Барбароса Пойдемся зайдем В Ханжи В кафе Посмотрим Что там есть И сладость Ну очень приятная Кафешка Очень Очень много Вкусностей Разных продают Самый-самый-самый Конец Барбароса Улиц Вот она такая Ханжи Давайте зайдем Внутри сидеть нельзя Но что-то С собой Купить можно Что у нас здесь Друзья Эклеры Тортики Разные Пирожные Очень вкусные Кстати Вот эти Вообще просто Обалденно вкусно Все Кафеты Ручной работы Интересные Грицкие сладости И пирожки Разные Берег можно купить С мясом И сыром Пойдемте с вами Обратно на улицу Ататюрка И пойдем по ней К нашей мойке Барбароса Конец Это уже другая история Друзья Я залез Ханжи показал Это уже на Барбароса Я как-нибудь Сделаю вам Такой же обзор Пройдусь По улице Барбароса Кому интересно Вот туда В самый конец В границу С Каргаджаком Идем За машиной К мойке Немножко сверну Сататюрка Покажу вам Здесь такие Подворотни Скажем так Олимпиагарден Остался здесь И вот В эту сторону Опять же бананы Видите Они все поменяли Все новые Деревья Новая трава Посажена То есть В общем-то Труд такой Я вам скажу Не очень-то легкий Это надо выкопать Старые Или спилить И посадить Вот эти новые Я вам показывал Ехали машины Много машин С новыми Этими деревьями И вот здесь Разные Тоже комплексы Тоже продается Квартира На первом Высоком этаже Здесь хорошо Видите Сворачиваете Чуть в сторону От Большой улицы В данном случае Отвратюрка И сразу Тихо Тишина И здесь Хорошо вписалась Мечеть Минарет Здорово Среди современных домов Хорошо Очень смотрится Временем Друзья Мы подходим Уже к моечке Вон вижу Уже наша машиночка Стоит Помытая Представляет Какая она была Пыльная И какая она Теперь сейчас Чистая Смотрим Вау Смотрите Она как новая Просто вообще Она просто Невероятно чистая Вау Вообще Видите Как и колеса Натерты И диски Помыты Вообще Просто Фантастически Чистая машина Спасибо Друзья И внутри Внутри Она вся вымыта Тоже Ох Пахнет приятно Запах повесили Что Машина как новая Очень приятно Вообще Шикарного Пишет Надо залить Жидкость омывателя Все мы едем Все очень чисто Красиво И приятный запах Друзья Мы дома Такая у нас получилась Сегодня прогулка Не знаю кому понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь Спасибо вам всем Огромное за комментарии Что вы смотрите Что вы пишете комментарии Отзывы Очень рады Очень приятно Мы читаем все Спасибо Спасибо огромное Всем друзья Все До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok